Задумывались ли вы когда-либо, почему некоторые люди, как нам кажется, легко осуществляют свои желания? Возможно, вы удивитесь, когда узнаете, что одним из главных препятствий для многих людей является язык, который они используют в своих молитвах или утверждениях. Наши слова формируют наш мир, поэтому будьте внимательны к выбору языка. Это как священный диалог между вами и космосом, где важно оставаться укорененным в настоящем времени. Ваши повседневные мысли и ваши эмоции подобны непрерывным молитвам, отправляемым во Вселенную, и когда вы транслируете на правильной частоте, в правильном времени, Вселенная не может не прислушаться. Вселенная не понимает понятия будущего, она вечно укоренена в настоящем. Поэтому, когда вы говорите что-то вроде «сегодня будет фантастический день», вы, по сути, откладываете свою радость на неопределенный срок. Вселенная слышит это и думает, что вы просите о фантастическом дне в каком-то неуловимом будущем, во времени, которое на самом деле никогда не наступает. Поэтому, вместо этого, почему бы не сказать себе «сегодня – фантастический день», даже если ваша текущая реальность далека от идеала. Заявление о настоящем в утвердительных терминах согласует ваши вибрации с вашими желаниями. Наши слова формируют наш мир, поэтому будьте внимательны к выбору языка. Это как священный диалог между вами и космосом, где важно оставаться укорененным в настоящем времени. Ваши повседневные мысли и ваши эмоции подобны непрерывным молитвам, отправляемым во Вселенную, и когда вы транслируете на правильной частоте, в правильном времени, Вселенная не может не прислушаться. Иногда вы чувствуете себя виновата, если вы проверяете, сбылись ли ваши желания, и испытываете ли вы разочарование, когда этого не происходит. Вы не одиноки. Нетерпение – еще одно препятствие, с которым мы сталкиваемся, когда пытаемся осуществить наши мечты. Мы все были там, просим о чем-то, а затем одержимо проверяем, пришло ли это. Когда это не происходит мгновенно, сомнения и разочарования начинают проникать. Вселенная имеет свое собственное идеальное время. Не в нашей власти диктовать, когда что-то должно появиться в нашей жизни. Это зависит от божественной синхронизации. Почему же некоторые из ваших утверждений, кажется, не находят отклика в космосе? Часто это происходит потому, что вы не только просите в будущем времени, но и пассивно ждете, чтобы ваше желание упало в ваши объятия. Это ловушка нетерпения. Так не работает ни Вселенная, ни Бог. Поймите, что в момент, когда вы задумываете желание, оно уже создано в квантовом мире, оно там, ожидая, когда вы гармонично с ним выровняетесь по вибрации. Наша Вселенная – это мир резонанса, где подобное притягивает подобное. Если ваша вибрационная частота колеблется, наполнена сомнениями или нетерпением, то вашему желанию трудно осуществиться и материализоваться в вашей реальности. Чтобы привлечь желаемое в свою жизнь, вы должны оставаться настойчивыми в убеждении, что это уже ваше, вы должны доверять божественному времени и знать, что то, что принадлежит вам, найдет свой путь к вам. Еще одной частой ошибкой является духовное выравнивание. Вы можете повторять утверждение до посинения или заполнить доску желаний бесконечными изображениями вашей мечтательной жизни, но если вы не находитесь в духовном соответствии со своими желаниями, они могут никогда не сбыться. Представьте духовное выравнивание, как настройку радио, на вашу любимую станцию. Вы бы смогли слушать музыку, когда радио было настроено на неправильную частоту. Там только шум и помехи. Духовное выравнивание работает таким же образом. Часто это выравнивание включает в себя отпускание низкочастотных энергий, страха, сомнения, ревности, которые загромождают ваш духовный канал. Только когда вы резонируете на более высокой частоте, вы можете по-настоящему взаимодействовать со Вселенной значимым образом. Именно тогда происходит волшебство, и эти утверждения и доски желаний становятся мощными инструментами, а не просто пустым мечтанием. Допустим, вы создали доску видений и повторяли ежедневные утверждения. Что дальше? Помните, что проявление не является односторонней улицей. Это божественный танец. Когда вы в последний раз танцевали сольно и назвали это партнерством? Некоторые предполагают, что это похоже на заказ из космического каталога, ожидая, что Вселенная принесет их желание прямо к порогу, без дальнейшего участия с их стороны. Именно здесь лежит недопонимание. Ведь Вселенная не является торговым автоматом. Она больше похожа на партнеров танца, она ожидает взаимности и обмена энергиями. Вы подаете запрос, и Вселенная может послать вам возможность, случайную встречу или даже ситуацию с вызовом, чтобы испытать вас и подготовить к вашим желаниям. Ваши действия, решения и да, ваше постоянное фокусирование и позитивные утверждения поддерживают этот танец. Вселенную не интересуют единичные хиты, она стремится к долгосрочным отношениям, основанным на взаимном уважении и обмене энергии. Может показаться, что перед нами стоит трудная задача настроить этот духовный союз и продолжительный танец. Давайте не будем забывать, что у нас есть много наставников и учителей, как в физических, так и в нефизических мирах, всегда готовых помочь нам. Да, действительно, мы никогда не одиноки на нашем пути. Наши духовные наставники, ангелы и даже опыт прошлых жизней предлагают нам богатство мудрости и перспективы. Эти любящие энергии поддерживают нас тонкими способами, предоставляя синхронизации и совпадения, которые служат указателями на нашем пути. Помните, что каждый ваш шаг – это не просто движение вперед, это заявление о намерениях, что вы готовы расти, изменяться и принимать безграничные возможности вашего существования. Иногда проблемы на самом деле не проблемы, они всего лишь зов на помощь, заставляющий нас остановиться, подумать и, возможно, немного изменить свои пути. Не смотрите на них, как на ошибки, думайте о них, как о специальных обходах, которые учат нас чему-то важному. Они помогают нам становиться лучше в создании жизни, такой, какой мы ее хотим видеть. Ваши трудные времена не являются наказаниями, они являются всего лишь скрытыми уроками. В принятии этих истин обратите внимание, что путь к проявлению и духовному выравниванию не всегда линейный. Здесь есть изгибы, повороты и обходы, которые могут запутать даже преданного искателя. Позвольте мне поделиться молитвой и техникой медитации, которая не только успокаивала меня, но также улучшила мое духовное выравнивание. Сначала удобно усаживайтесь в тихом месте, где вас не будут беспокоить. Закройте глаза, расслабьте плечи и сделайте три глубоких вдоха. Вдыхайте через нос, выдыхайте через рот, чувствуя, как ваш живот поднимается и опускается с каждым вдохом. На каждом выдохе представьте, как любое напряжение в вашем теле или разуме просто тает. Возможно, вы задаетесь вопросом, в чем значение этих глубоких вдохов. Представьте их ключами, открывающими двери вашей души. Когда вы почувствуете, что ваше тело расслаблено, а разум спокоен, начните визуализировать свои желания так, будто они уже являются частью вашей реальности. Визуализируйте себя живущим жизнью, которую вы хотите прожить, будь то любовь, финансовое благополучие, здоровье или другие благословения. Почувствуйте счастье, радость и благодарность, проникающие через все ваше существо. Погружаясь глубже в эту визуализацию, начните включать позитивные утверждения. Тихо повторяйте себе. Я заслуживаю. Я открыта для всего добра и изобилия, которое предлагает Вселенная. Сегодня замечательный день, и все хорошо в моем мире. Чем ярче утверждение, тем больше вы находитесь в гармонии со своими истинными желаниями. И, наконец, давайте наполним эту медитацию молитвой. Шепотом произнесите себе или в уме «Спасибо, Вселенная, за то, что в моей жизни происходит это». Почувствуйте, как ваши слова превращаются в энергию, светящуюся частоту, когда вы отпускаете эту молитву в космос. Когда вы закончите, осторожно откройте глаза и носите в своем сердце уверенность в том, что вы вступили в святое общение с Вселенной. Знайте, что это не просто мимолетная практика, а постоянный диалог, к которому вы всегда можете вернуться, когда вам нужна духовная поддержка. Представьте себе жизнь прямо сейчас, в этот самый момент, как простой, но глубокий секрет, который мудрые люди знают всегда. Когда вы действительно сосредотачиваетесь на том, что происходит сейчас, это похоже на объятие Вселенной. Не забывайте говорить «спасибо». Быть благодарным — это как иметь особый инструмент, который настраивает вашу душу на тот же ритм, что и у Вселенной. Когда вы окутываете себя искренней благодарностью, это как крик к небесам. Я готова к хорошим событиям и готова поделиться ими тоже. Каждое спасибо — это слово волшебство, которое эхом звучит вечно и возвращается к вам в виде еще большего благополучия и возможностей быть счастливым. Мы все сделаны из одного и того же вещества, что и звезды, земля, небо, деревья и вы. Мы все связаны, как большая семья. Просто помните, что то, что вы делаете, влияет на всех и все вокруг вас. Вы не просто наблюдаете за миром, вы помогаете делать его таким, какой он есть. Когда вы общаетесь с людьми, думайте о своих словах, как о хрупком цветке. Ваши слова могут помочь исцелить чьи-то раненые чувства или, наоборот, ухудшить ситуацию. Слова похожи на спички. Они могут зажечь огонь любви или уничтожить дружбу. Поэтому говорите, будто сеете семена в саду, используйте слова, которые выражают любовь и уважение. Если вы поступаете так, то обязательно посеете что-то прекрасное. Помните, что ваши мысли, слова и чувства – это как разговор с Вселенной. Когда вы позитивны и ясно представляете себе то, что вы хотите, Вселенная услышит вас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok